Первый том книги «Открытым оком», вопрос номер 174, тема «Проповедь благовестия». «Мы хотим перепечатывать и распространять ваши газеты. Что вы думаете по этому поводу? И не будете ли вы против?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Подойдите и посоветуемся, как сделать это лучше. После этого вопроса прошло 10 лет, и никто нигде ничего не переиздал. Хотя старообрядцы Белокорницкого Согласия в городе Барнауле попросили у меня все 14 подборок моих материалов для напечатания книги, я даже согласился на то, чтобы они исключили из этих материалов изречения святых отцов, которые жили после реформы Никона. Дмитрий Ростовский, Тихон Задонский, Серафим Саровский, Иван Кронштадтский, Иннокентий Московский, Николай Японский и другие. А также изречения, взятые из Никоньянской духовной литературы с нежеланием, с болью и огорчением, но согласился. Потому что в моих подборках и материалах было еще очень много из Библии, канонов церкви и трудов тех, кто жил до 1656 года. И снова совершил Бог чудо в моей жизни. Старообрядцы так ничего и не издали, но со мной произошло следующее. Я иногда по вдохновению пишу стихи, которые и стихами-то назвать нельзя, все сырое, грубое, необработанное, и поэзии там почти никакой нет. Это проповедь в полустихотворной форме. Но стихи, если их можно с великой натяжкой так назвать, необычны тем, что они имеют много ссылок на священное писание. В этих стихах говорится о всем, что окружает нас, что совершается в нас. Отклик на все события политические, экономические, образование, реформы, церковь, семья и многое другое. И вот эти стихи, которые я писал более 40 лет, попадали к друзьям. Кое-что печатали даже в центральных журналах. Так бы и летали эти листочки, но сестра Татьяна Кузьминична Капустина насела на меня. Вы должны это обязательно издать. Я долго сопротивлялся, а потом не только согласился, но и издал. Получился сборник избранных стихов с фотографиями «Церковь, свобода, тюрьма». 336 страниц, 312 стихов. Но и это не все. Во мне как будто что-то сдвинулось. Я стал готовиться к смерти и всему подводить итог. Мне очень захотелось издать все 14 подборок своих материалов без сокращений, но я не знал, как к этому подступиться, где взять деньги. В это время в моей жизни появляется и романах Нафанаил Судников. Знающий компьютеры и умеющий верстать. Но разве развернешься на мои доходы, пенсию в 660 рублей? И снова чудо. На Алтай прилетел писатель, член Союза писателей СССР А. Нежный. Путь его по тюрьмам и лагерям, и он представитель благотворительной организации «Древо жизни» и делает нам подарок – компьютер. До 27 октября 2001 года я не знал даже, как его включать в сеть, но тут Бог дает мне сразу и учителей, и помощников, и сразу же дело двигается с места. Уже к Пасхе 5 мая 2002 года из печати выходят четыре наших книги. К истинному православию без всяких купюр в расширенном варианте в 496 страницах. Симфония на жития. 392 страницы. Необычность издания симфонии еще и в том, что благословение на ее издание дали два православных епископа разных юрисдикций РПЦЗ – Евтихий и МП «Максим». Еще до этого Николай Балашов, ныне священник Московской Патриархии, собрал письма, воспоминания и документы моей биографии. И этот материал пытались издать несколько книжных издательств в Красноярске, Барнауле, Москве, но так и не издали. И хорошо, потому что теперь мы издали в более расширенном варианте книгу «Для слова Божия нет уз». И вместо 132 страниц книга издана на 60-680 страниц. «Так все случается и всегда к лучшему, если мы доверяемся Богу». Послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его благоволению, все содействует к облагу». Тираж пока еще маленький, всего по тысяче экземпляров, но мы уже готовим к выпуску исключительно полную симфонию на неканонические книги Библии, сделанные с помощью компьютерных программ. И готовим книгу «Открытым оком», которая будет примерно 4-5 томов по 752 страницы. Это ответы на вопросы, которые мне поступали на занятиях в течение 15 лет. Самому это все заранее было бы и не придумать, и не обдумать, тем более, что цены по накладной за книгу к истинному православию 68 580 рублей, формат А5. «Денег нет абсолютно никаких, но смертельно больной Надежде Павловне Егоренко я даю один наказ. Как только пройдешь мытарство и поклонишься Господу Иисусу Христу, сразу же разреши Николу, чудотворца, и попроси его помочь нам средствами. 5 апреля 2002 года исполнилось 40 дней с ее смерти. Мы молились всей общиной, чтобы Бог услышал нашу молитву. Почти сразу же знакомые и незнакомые люди стали оказывать васильную помощь. Евангелие от Марка 9 глава 23 стих. «Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Послание к евреям 11 глава 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». И как при пророке Елисея, нужно будет только подставлять кувшины для масла, то есть готовить книг до колени, скажем, что темы исчерпаны. Сосуды кончились и масло прекратится. Четвертая книга царств. Четвертая глава 6 стих. «Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал ей, нет более сосудов, и остановилось масло». «Фим Fotografя Тринбеды»